Мальчишки всегда жалуются, а мы бабоньки. Сила! Сказали, нужно запустить рубрику. Вид сверху, заряд сверху, я не знаю. Заряд сверху? Ну, это ха-ха-хи-хи было отдельное. Я прям думаю, на поток поставить практически. Ну ладно, это от отступления. Ровно неделю назад, 23 марта, казанская «Динамо» дома принимала «Динамо» из Краснодара и одержала победу со счетом 3-0, на мажорной ноте завершив регулярку. А по результатам последнего 22-го тура стало понятно, что новой встречи динамовским коллективам не миновать. 30 марта в 17 часов по московскому времени вновь «Динамовская дерби» Казань против Краснодара откроет четвертьфинальную серию. Краснодар порадовался, сказали, что можно не улетать. Поражение недельной давности опустило Краснодар с пятого на шестое место, в то время как команда Решата-Гелезуддинова уже гарантированно была третьей. Несмотря на то, что хозяйки выиграли ту встречу со счетом 3-0, а во втором сете счет и вовсе был неприличным 25-13, игра в целом получилась упорной. Первая и третья партия завершились в серьезной борьбе со счетом 27-25. У гостей Ангелина Спирскайте набрала 17 очков, 12 у Виктории Чаплиной и 10 у главного бомбардира команды Марии Халецкой. А вот главной героиней матча стала Ирина Королева, набравшая 4 последних очка, остановившись на отметке в 13 баллов за игру. Ну, тоже не сказать, что неожиданность, потому что ты разбирал всех игроков, но у Ангелина была яркая игра с нами, и поэтому тоже будем очень внимательно контролировать ее на следующей игре. Они очень грамотно разбирают соперника, то есть грамотно выполняют установки тренера. Тяжело с ними играть из-за того, что они очень исполнительные, поэтому будем настраиваться. Эту неделю команды спокойно готовились к очередной встрече. Девушки из Казани после вылета из Лиги Чемпионов имели вполне комфортный график в концовке марта без тяжелых выездов и возможностью хорошенько потренироваться. Как раз появилось это время потренироваться не в спешке, что ты должен куда-то лететь полномерно, размеренно, то есть продуманно, есть время там нагрузиться. Была физическая подготовка, то есть работа в тренажерном зале. Ищем варианты, которые они могут показать тоже после нашей совместной игры. Тренер будет разбирать эту игру и акценты сделать, может быть, немножко другие. Я думаю, что нам не столько у них нужно, сколько на нашей игре больше акценты делать и на нашей игре сосредоточиться. Волейболистки из Краснодара, как и неделю назад, прилетели вечерним рейсом и сразу же из аэропорта отправились на опробование арены Санкт-Петербург, где в этот вечер волейболисты казанского «Зенита» одержали первую победу в четвертьфинале над Уфимским Уралом. А вот противостояние женских команд Казани и Краснодара в плей-офф случались дважды. Один раз Гамова и компания в легендарном сезоне 13-14 были сильнее в полуфинале. А вот последний раз в 2016 году Краснодар выиграл бронзовый матч. А в их составе зажигали Марина Марюхнич, Александра Пасынкова и Анастасия Самойленко. Первый матч четвертьфинала между казанским «Динамо» и «Динамо-Краснодар» состоится 30 марта в 17 часов по московскому времени. Очаровательным девушкам из «Динамо-Казань» очень нужна ваша поддержка. Ведь только вместе с вами мы зажигаем сердца. Да это опять они, Каби, они уже вообще, опять они, они говорят, ну сколько? Все, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Все, любим. Даже она будет на волейболе, а ты? Мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало-мало Продолжение следует...